Всем привет! В эфире шоу Балаболов, Альбертыч и Стефаныч клевещут, сверху Стефаныч, я Альбертыч, и у нас тут маленький юбилей, это в общем-то 10 выпуск, кстати, между прочим. Видишь, как время неожиданно идёт, на всякие глупости время уходит быстро. Да, да. Ну, действительно, по-хорошему нам вот в течение недели и обсуждать нечего, кроме этого коронавируса, в очередной раз, и как-то... Ну почему? Он, знаешь, проявил очень многие вещи, в том числе какие-то вещи, которые были в древности. Например? Анимизм, допустим. То есть, когда люди верили в то, что всё вокруг наделено душой. И ощущение, что анимизм в этой ситуации заключается в том, что коронавирус наделен душой. К нему обращаются. Говорят, что, чтобы к 30 апреля закончился. Другие говорят, закончится к 5 мая. Для целого ряда руководителей государства он оказался к месту. Например, для Макрона, которого он спас от массовых протестов. Да, да. А для других, наоборот, он подрывает государственность, создаёт проблемы. Это своего рода уже что-то живое. И люди посвящают песни, сказки, танцы этому. То есть, сознание людей с древности, как и следовало понимать, не изменилось. Ну, немножко статистики, о чём мы говорим. В общем-то, на вечер 18 марта в Белоруссии и на утро 18 марта в Калифорнии. Мы охватываем, напоминаю, всю планету. Находимся в двух полушариях. Случаев заражения коронавируса у нас 208 381. Смертей 8 273. И вылечившихся 82 902. Вот в данном случае самое интересное, это вот эти графики, как мне кажется, число заболевших и число смертей. Если вот здесь была немножко остановка, как раз это всё в Китае происходило, и казалось, что вирус побеждён, то как пошло по другим странам, посмотрите, какой пик заболевших. Буквально вот за неделю практически плюс, ну, в два раза практически плюс 100 тысяч. То же самое касается смертей. Но тут вот этот график мне как бы больше нравится, то есть показывает, что смертность не увеличивается. Как был там определённый процент, так и он остаётся. Но что пострашнее, это таблица демографии, чем вы старше. У меня это было в детстве опаснее таблица умножения, понимаешь? Нет, ничего страшнее, чтобы выучить наизусть таблицу умножения. Вот, я как человек такой проблемный еле её выучил, но всё-таки выучил. Главное, зачем, непонятно, потому что, видишь, для каждого турака есть калькулятор в телефоне. Вот, а если возвращаться к коронавирусу, кстати, я приветствую всех из страны, где нет никакого карантина. Вот, у нас другие методы. Мы открыли полностью всему миру, в то время как другие страны жилобствуют, закрывают границы. Мы полностью открыты для мира, и у нас не закрыты, в общем-то, учреждения общественного питания, кинотеатры. Отменили несколько концертов, которые так надо было отменять. Вот, особо ничего интересного они не представляли. Поэтому и обратите внимание, все мы чувствуем себя прекрасно, где-то жиротажного спроса на товары, как в соседней Украине, где повязка стоила на лицо, там, в общем-то, медицинская, одну гривну, а нынче она стоит, там, допустим, 16. Доллар. Она даже больше доллар стоит. Допустим, да, а скупают люди муку, там, в Москве даже появился ажиотажный спрос на какие-то товары. Мы держимся, мы держимся на человеческих принципах, тем более все вокруг закрыто, можно быть открытым, все равно никто никуда никого не пустит. Как кто-то умно пошутил, сказал, слушайте, в дверях замок с одной стороны, все двери вокруг закрыты, поэтому мы можем спокойно заявить о своей полной открытости. Ну и, конечно, Беларусь держится на картошке, то есть это явно дышат над картошкой, когда ее варят, втирают картошку в себя. Нет, у нас новые способы, это трактор, баян и баня. Вот, все, чего нет у американцев, мы баянами, тракторами и банями, в общем-то, победим не только коронавирус, но и мировой кризис, и последствия коронавируса. Да, сейчас я попытаюсь. Кстати, Альберточ, ты можешь купить еще, спеть по дешевке в США белорусский трактор, вроде туда поставляли раньше трактора Беларусь, это будет первый шаг по спасению Калифорнии от коронавируса. Я поищу, продается ли вообще в принципе... Продаются, надо искать, может секонд-хенд какой со времен Советского Союза, дешевле выйдет за пару, если я за несколько килограмм, так точно. Надо сейчас найти видео, где Александр Григорьевич говорил, что надо делать во время коронавируса. Ты знаешь, и мы сделали, и чувствуем себя прекрасно, вообще даже чудесно и сказочно, потому что когда... Вызов очень много. Я бы там меньше могла поддаваться панике, накрыться простыней. Выпить водки, положить голову на баян. Чувствуешь себя просто прекрасно. Ну, сейчас я запущу видео с Александром Григорьевичем, ты, к сожалению, не будешь слышать, что он говорит. Но я думаю, ты и так уже выучил, сидя... Ты знаешь, я сознательный гражданин, был им остаюсь, и... Поэтому не волнуйся. Хорошо, все, запускаю. Тех рассуждений по коронавирусу, но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы, и свиной, и птичьей, и атипичная аномальная пневмония. Все это из этой области. Потом ахали-охали, откуда это появилось. Вот видите ли средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Мы адекватно реагируем и очень давно реагируем, точечно реагируем на это. Я уже не единожды об этом говорил. Но кроме Минска и крупных городов, это не такая большая проблема для районов, районных центров. Я сейчас остановлю, он говорит, кроме Минска и крупных городов, это не такая большая проблема в Беларуси. Хотя в городах Беларуси живет 80%. 80% живет в городах от населения Беларуси. Альбертович, для того, чтобы чем-то заразиться опасным, нужно куда-то вообще ездить или хотя бы ходить. Дело в том, что когда нет денег у многих людей, низкий уровень дохода населения, они никогда не ходят. Ну, где можно цепануть коронавирус? А вся телевизора, понимаешь, от первых каналов телевизионных, можно заразиться другой болезнью. Она касается расстройства нервов, но коронавирусом она точно не называется. Ну, в общем, действительно, Беларусь на данном этапе это островок стабильности. Все страны вокруг, даже Россия закрыла границы с Беларусью. Да, кстати, вот эта страшная, оскорбительная ситуация, когда, знаешь, русские пошли путем Трампа. То есть, получилась следующая ситуация, они не предупредили, хотя у нас есть там союз, таможенные, есть другие союзы. Они просто ввели в одностороннем порядке закрытие вот этой границы. Безусловно, Беларусь и Беларусь это несколько покоробило. Эта ситуация приблизительно выглядит так, что в доме живет бизнесмен крутой на одной площадке, а рядом такой простой чувак Петрович. И Петрович постоянно к этому бизнесмену ходил в гости, втюхивал ему там картошку, там, не знаю, мясо на шашлык и так далее. Вот. И вдруг вот этот Иван Иванович бизнесмен в какой-то момент говорит, слушай, я плохо себя что-то чувствую, хреново. Вот. Закрою-ка я квартиру, не буду тебе Петрович пускать больше к себе. А Петрович говорит, в натуре, чувак, что это такое? Вот. Мы же братья, братан. Хочу к тебе прийти на кухню, выпить, закусить. Вообще, что за расклады? И он говорит, нет, вот вообще ни в какую, не буду пускать. Это вот приблизительно такая вот ситуация. Поэтому тут понятно, жлобское оружие. Иван Иванович, конечно же, неправ. Петрович должен свободно проходить на кухню, в зал, брать деньги в долг и жить вообще своей полноценной жизнью. Да, не заморачиваться по поводу здоровья Ивана Ивановича и всякой мелочевки. Ну, вернусь опять к этой картинке, к статистике по смертям. К сожалению, ну, то есть вы можете увидеть, что даже мы со Стефанычем, старые люди, тем не менее, у нас вероятность заразиться и умереть коронавирусом очень низкая от двух десятых до четырех десятых процента. И по-хорошему эта болезнь, конечно, косит именно пожилых людей. И в этом очень большое отличие. Вот Александр Григорьевич там говорил про типичную пневмонию, про свиной птичий грипп. Там именно прикол был в том, что заражались... Точнее так, заражались все, а умереть, большая вероятность была у людей среднего возраста. А дети и старики легче это все переносили, потому что у них был выработан... У детей нет иммунитета, они как раз его вырабатывают в усиленном режиме, а у стариков был большой иммунитет, то есть они уже научились бороться с всеми этими заразами. Этот же вирус косит именно стариков. И чем вы моложе, тем у вас больше шанс выжить. И получается, что по-хорошему это проверка скорее на то, как люди относятся к своим старикам, как вот разные страны относятся к пожилым людям. И вот это будет очень интересно, если вы представляете, в России и в Беларуси, как это важно. Ты знаешь, да, тут проблема в том, что я работаю, где вместе мы очень-очень много иностранцев, поэтому, наверное, в следующем году у нас будет какой-то спиноптичий коронавирус, что-то, понимаешь, часть третья. Вот. И когда ты находишься постоянно под, в общем-то, возможностями того, что ты можешь заразиться, постепенно начинаешь по-другому относиться. Философски. Вот. Внутренне обращаю внимание, в первую очередь, на вещи внутренние, творческие, нежели на наличие макаронов в шкафчике или сало в холодильнике. Ну, собственно, и первое, второе, и последнее не помешает. Ну, объявлена чрезвычайная ситуация в США. Тут я могу сказать, что, как мы в прошлой выпуске обсуждали, до сих пор скуплена вся туалетная бумага. То есть это все еще все магазины пусты. Воду скупают, скупают санитайзеры, а во всем остальном, в принципе, продукты есть. А я хотел спросить, ограничили... Да, хотел спросить, количество патронов они руки ограничили? Патронов нет, а вот эти ограничили... Как их? Ну, эти коробки с туалетной бумагой. Каждому там что-то выдавали. То ли две, то ли три упаковки туалетной бумаги на домохозяйство? Вот во многих магазинах стоит теперь объявление, что выдаем в одни руки. Я просто не знаю, столько шуток уже по этому поводу. Дальше прилетают инопланетяне... Вообще американцы всегда готовились к нападению зомби. Да, у них были ножи для зомби-апокалипсиса, винтовки, зомби-автомобили. Вот, а всё закончилось вообще банально. Туалетная бумага. Да, да. То есть, вот представь, что... Это верная мысль. Вымирает, всё человечество вымирает, но зато с чистыми жопами. Это просто, ну... Я не понимаю, почему именно туалет. Я вот всё... Уже сколько... Которую неделю у меня это вопрос... Я главное, у американцев тут спрашиваю, говорю, а что сейчас так скупают? А все, кого я спрашиваю, говорю, да, это какой-то вообще бред. Я так не делаю, говорят они мне. Хотя я даже уже смотрю на это дело, думаю, может мне туалетную бумагу купить? Хотя у меня тут туалетные бумаги, на самом деле, тут завались. Этой пачке больше, чем на полгода. Слушай, есть в ларьках, там, не знаю, я же говорил в тот раз, Вашингтон-Пост, журналы Playboy, не знаю, масса комиксов. В США вообще остались книжные магазины. Да. Без мини, спрошу, как культурный человек культурного. Да, тут есть? Есть, да, тут большие, кстати, интересные книжные магазины, мне там нравится ходить. Но книги тут дорогие просто, понимаешь? Знаешь, когда уже нечего будет жрать, книги не ценят. Мы вообще ждем в Беларуси, понимаешь? Ажиотаж вообще появляется, когда у людей есть деньги. Когда их денег нет, ажиотажа нет, слава богу. Поэтому люди ждут следующего этапа, когда, понимаешь, в определенный момент становится все, что не доесть за бесплатно и за так. Вот. И тогда возьмем все, кому нужно. При коммунизме все будет за бесплатно. Не забывай. Интересно, что коронавирус уже обнаружен во всех странах Европы и во всех штатах США. Правда, не во всех странах мира еще. То есть есть некоторые места, куда он не добрался. Хотя вот смотрю тут по статистике даже ТОГО. Это же, блин, островное государство в Австралии. В Ватикане один случай. Надеюсь, не у Папы Римского. Ну, все распространяется. Да, ты знаешь, один китайский чиновник на прошлой неделе сказал, что завезли, завозят американские солдаты. Естественно. Но это понятно было сразу, что кто виноват в коронавирусе, это завозят американцы. Видимо, из-за незнания географии американцы еще до ТОГО и до других стран не доехали. Как только откроют карту и скажут, елки, мы же здесь не были, понимаешь. И вот как доедут, и там коронавирус будет тоже, не волнуйся. Отменяются. Перенесен чемпионат Европы по футболу. Вот сегодня с утра пришла новость, что отменили Евровидение. Что мне смотреть в мае? Даже Евровидение, видишь, Литл Пикс могут взять полноценный клип, не волноваться, что не доделали, потому что так они в кадре видно переживали, что вот не доделали, в общем-то, что-то не долепили, сэмплы поменяют местами, видео подделывают, и вообще шедевр будет, и еще наберут много миллионов. Вот ты мне прислал новость о том, что главы правительств Беларуси, Сергей Румас и Михаил Мишустин, обсудили распространение коронавируса, провели телефонные переговоры. То есть... Это способ, самый эффективный это обсуждение. Вот смотри, я говорил в начале программы об анимизме, да? На самом деле коронавирус, когда его обсуждают, ему становится стыдно, он уходит. Это такое немножко средневековое, древнее вообще представление, но вот наше сегодня обсуждение влияет на то, что коронавирус скоро исчезнет. Ему станет стыдно, что столько времени на него тратят, он все непременно уйдет. Да, скорее всего, так и будет. Google... Поэтому, да, по Сейрумс со своим коллегой российским по этому пути больше обсуждений, и это дает невероятный эффект, просто как в Европе, в общем-то. Я чихнул. Да, будь здоров, это небольшой коронавирус, он пройдет скоро, я уже два раза переподел разными какими-то хвулями, поэтому легко проходит, легко начинается. Я не знаю, кстати, как в Беларуси, у нас тут все всякие эти социальные сети и прочее присылают постоянно уведомления, как, что правильно делать, там, пять важных штук, то есть вот, если вы видели, я сейчас чихнул в изгиб локтя, в локоть чихнул, то есть это вот сейчас важно, все пишут, как правильно чихать, как правильно мыть руки, то есть это важно, что надо мыть руки. но ты знаешь, я читаю в основном информацию своих итальянских друзей, потому что у многих уже начинается истерика, причем она касается не коронавируса, а вообще личной жизни, вот, отношений, то есть сидя дома, как очень социальные люди, начинают переоценивать многие вещи, и это приводит к каким-то очень странным последствиям, к сожалению, иногда. Например. можно чихать в локоть свой, в чужой, то есть, не знаю, во что угодно, понимаешь, лишь бы это было похоже на локоть или имело форму угла, можно носить линейку в форме угла. Мы можем дать очень много советов, поможет ли это, вот это вопрос. Ну, нет, на самом деле, просто лучше стараться не контактировать, то есть, этот вирус, он не так сильно передается, он там, то есть, чтобы с ним заразиться, это реально надо постараться, но зато людей... Есть люди очень старательные. Люди зато научатся гигиене по максимуму в мире. Вот нам, кстати, к прошлому выпуску очень там гневный комментарий написал один из наших зрителей, мы, наверное, не очень правильно выражались, что типа в средневековье скатываемся. То есть... Сейчас, открою, извините, найду, как его зовут, да, Владимир Залевский, что правильно... Ну, вы же понимаете, ребят, если вдруг кто-то не догоняет, я поясню, что мы многое говорим с иронией, если не все вообще в этой передаче, ну, нет, Альбертыч, смотри, ты очень неправ в этом. Любой сатирик, а мы занимаемся сатирой, да, это очень тяжелый жанр, который раньше проблем имел. Как помнишь, в дом, который построил Свифт, Горинский сценарий, спектакль, там была прекрасная фраза, если сатириком значит у него плохая сатира. Еще раз, ты сейчас пропал, если сатирика что? Если сатирика... если сатирик... Давай. А вот, если не написали плохого коммента, значит, сатира наша не удалась. То есть, должно негодование вызывать, наши высказывания должны вызывать негодование, это значит сатира дошла до... Да, отлично. То есть, Владимир Залевский, спасибо за ваш комментарий, за такой, развернутый и широкий, потому что вы действительно... Вы написали очень много правильных вещей. Это все... Все действительно так и есть, как вы написали. Это все значит дошло. Да, и то, что мы вас вызвали на этот комментарий, мы считаем это нашей победой в некотором смысле. Просто победой, а это просто торжество нашего искусства. Спасибо нам, вы молодцы. Ну и вот, чем и занимаются премьер-министры Белоруссии и Россия, они обсуждают коронавирус. Но, кстати, вот меня беспокоит то, что в России каждый день сейчас внезапно стало очень много людей заболевать. То есть, она такая же сейчас немного, типа там 100 человек, по-моему, или там 120, но каждый день по 30 сверху. То есть, вот такое ощущение, что сейчас начинается именно такой... Ты знаешь, я в чем проблема. Я прочитал статью, что курящие люди вообще чуть ли не в половину или даже больше вообще не заражаются этим. Ничего себе. Потом другая статья, в которой написано, что если кислая среда до алкоголя, то же самое уменьшает количество заражений. Поэтому есть отдельные страны, которым относится Белоруссия, Литва, там Россия. Почему Литва? Потому что там высокий уровень тоже употребления таких вещей, которые противодействуют коронавирусу. Вот. Поэтому людей там много не будет, заразившись. Просто все речатся, сушатся. Да, вот новые... Пока, конечно, Россия совсем не в топе. Она глубоко где-то в центре по количеству новых случаев. И не надо. Для того, чтобы сокращалось. Не надо, но какая-то динамика такая нехорошая. Впереди внезапно Испания вырывается вперед. У них больше всего заболевших. На самом деле, где больше люди ездили, которым ездили и куда-то кто-то выезжал, конечно, страдают в большей степени. Потому что, когда вспыхнула Италия, я удивился и сразу спросил знакомых. Говорю, а вот что с Испанией? Потому что там очень много туристов, конечно. И люди чем больше передвигаются, чем больше переносят. Это понятно. Ну и радует, видите, всего 13 новых случаев в Китае. То есть, Китай реально уже это все победил. Сейчас закрывается от всех остальных стран. И будет делать так, чтобы вирус не вернулся. Потому что, оказывается, иммунитета от этого вируса нет. То есть, ты когда переболел, потом через какое-то определенное количество недель ты можешь заразиться сразу. еще раз. Альберыч, проблема еще в том, что если есть необычную пищу, допустим, там летучих мужей, змей, можно заразиться очень-очень опасными вещами. Это давно, в общем-то, известно. Еще с 17-18 века, когда от разных грызунов заражались опасными болезнями. Поэтому, если, смотри, я буду ловить тут, не знаю, на свалках кошаков и делать шашлык вместе с летучими мышами, то может такого хватану коронавируса. Тут очень важно вообще контролировать то, что люди едят, особенно в странах, где любят экзотическую пищу. Кстати. И понимать, что может привести это к плохим последствиям. Тем более, голода нет глобального в Китае. Да, да. Ничего не вынуждает людей вот кушать какие-то вещи весьма странные. Это должны контролировать власти в том числе, на мой взгляд. Мне вот интересно вообще вот этот суп, который это какой-то, какой-то нулевой китаец съел, из летучей мыши. Я надеюсь, что хотя бы он был вкусный. Оно того стоило съесть этот суп заразиться и пойти пандемию. Тут мышей, вот собственно, я вот показываю, тут рядом крыша, на этой крыше сует целая куча летучих мышей. Но никогда у меня даже мыслей не было, понимаешь, придушить эту мышь, суп варить с ней, делать какие-то блюда. Вы уж извините. Может, это странно, конечно. Но в связи с коронавирусом есть и много положительных вещей. Так как куча народа теперь работает из дома, то многие онлайн-сайты делают всякие хорошие вещи. То есть, например, по Эрмитажу можно онлайн погулять, Метрополитен Опера бесплатные стримы своих выступлений делает. Ну, просто потому что, видимо, народ-то на выступления вряд ли теперь уже придет в театр. Все боятся вот этого скопления. Венская опера бесплатные трансляции в период карантина. Трансляции Большого балета 29 марта Ромео и Джульетта Прокофьева будет. Кроме того, куча онлайн-обучения появилась. То есть, вы можете, если вы не ходите на работу, сидеть дома и реально много всего, во-первых, интересного посмотреть через свой компьютер, во-вторых, вы можете... Да, и найти еще, кстати, в квартире возможно, что-то интересное. Мужья могут пройти в шкафах, не знаю, каких-то людей эстрадных, жоды могут найти, других женщин. То есть, многое интересное обнаружить в своих собственных квартирах. Ну, видите, для многих людей мне почему-то кажется, что большинство людей активность, она приобретет другое русло. Да, взглянет по-новому. Вообще, взглянуть по-новому на своих домашних, у тебя есть время рассмотреть, с кем ты живешь наконец-то. Пообщаться с родными, в конце концов, пересчитать детей сколько, посмотреть, все ли свои, либо какие-то вообще пришли в гости, до сих пор не ушли, там и так далее. На самом деле, коронавирус, как всегда, дает вам кучу шансов. Не только на выживание, но и на узнавание чего-то нового, на обучение. Хотя я уверен, что все равно большинство дома просто просидит, провтыкает там в телек или в компьютер, в какие-нибудь веселые фермы отыграет, и потом, когда вся эта пандемия закончится, будет просто с гордостью говорить, я пережил коронавирус, но он мне ничего хорошего не принес в жизни. А есть возможность, есть возможность, потому что... Давай, да, давай за то, чтобы они остались живы, здоровы и главное, не ходили вообще никогда после этого на работу, получали зарплату в два раза больше и получали от жизни удовольствие. Кто ферму, кто творчеством, кто на ферму, главное, не на лесопарубке, понимаешь? Ну, по этому поводу, опять же, ты мне прислал новость о том, что президент Туркмении нашел рецепт защиты от коронавируса. Это у нас практически постоянная рубрика в нашем... в нашей передаче. Причем специально. Да. Президент Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедов отдал распоряжение о проведении специальных мероприятий по окуриванию населения и их домов дымом священного в республике растения гормалы обыкновенной. Вот это да. лекарственные травянистые растения, также известное как могильник обыкновенный или адроспан. Ну, в принципе, в Калифорнии-то не надо вводить, тут постоянно, тут постоянно воняет каннабисом, тут все обкуриваются и без всяких законов, поверь мне. Тут потребление каннабиса, его больше курят, чем пьют, чем пьют. Значит, считай уже, коронавирус побежден. Тем более, в Калифорнии живут культовейшие персонажи, ансамбль там, Red Hot Chili Peppers, разговорного жанра, Артиллер, любимый мой Джелла Биафра и масса-масса других. Поэтому есть чем заняться. Президентский рецепт от заражения коронавирусом уже был опробован до практики. Дымом гормалы были окурены комнаты и залы на недавней конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде. При этом еще надо понимать, что в Туркменистане по официальным данным не зарегистрировано ни одного еще заболевшего этим самым вирусом. Круто, превентивная мера, А представляешь, а вдруг это правда? Да, и они съели там несколько тонков после того, как обкурили в спусте вот это помещение. Вот, эффект тот же, хочется очень кушать и вообще... Мне это, конечно, напоминает больше окуривание ладаном в церкви. То же самое, ты получаешь благодать. Знаешь, бывают очень странные вещи в истории. Будет очень интересно, вдруг это действительно помогает. Пока, по крайней мере, это очень демократично, прикольно. Каждый может окурить помещение чем-нибудь, просто на краяк покурить. Почему нет? Да, я, наверное, тоже воспользуюсь его советом. Я, правда, не могу найти гормалы в Калифорнии, но чем-нибудь да обкурюсь, так уж и быть. Нет, там должно быть латинское название, уверен, это гормалы в твоей Калифорнии за деньги очень большие в Калифорнии можно купить что хочешь. И гормалы, три гормалы, и бармалы может даже. Так, после 40 минут практически обсуждения коронавируса попробуем обсудить что-нибудь другое. У нас такая развлекательная разговорная медицинская программа. Ну, специальный выпуск. Здоровья. Да, ну, что сделать? У людей на самом деле я не согласен с той паникой, которая сейчас во всем этом мире происходит. Я согласен с действиями властей, да, пускай это все правильно, там, изолировать, все делать, но как люди к этому относятся, что это такая пандемия, которая просто нас тут всех сейчас сметет и как это реально вот очень много моих знакомых по этому поводу паникуют, что у них все будет плохо, мне вот это очень странно, а вот те вещи, которые реально повлияют на их жизнь, они пропускают мимо, ну, мимо. То есть, например, вот, пожалуйста, то, что мы обсуждали в прошлом выпуске конституционные поправки и обнуление Путина, конституционный суд уже ответил, что да, все эти поправки конституционны, и, собственно... Знаешь, мы как невероятные индивидуалы, почему-то предсказали, что конституционный суд это одобрит, и он одобрил, понимаешь? Это очень странно, то ли мы очень умные, либо мир становится очень предсказуемым, очень... Самое интересное, смотрите, там какой был путь, чтобы одобрить эти поправки? Сначала Дума в первом чтении одобряет, потом во втором чтении и в третьем. Дума это все мгновенно практически, потом должны одобрить две трети, две трети краевых парламентов, ну, в каждой там области, понимаете, да, две трети. Они это сделали за два дня, так просто, то есть они как будто, знаете, им сказали на старт-лининг марш, то есть вы хотя бы попробуйте конституцию за два дня прочитать, вот вы сами, а там уже типа все прочитали и все эти депутаты все одобрили, и конституционный суд сразу же такой, хобана, все конституционно, так, так, при том, что я еще раз напоминаю. Артем Яртыч, вообще какая конституция? Кто его вообще читал вообще из людей, которые в власти находятся? Так ты вот, вот ты мне объясни. Дадо сделать было просто всем этим местным властям ритуал совершить, понимаешь, какой-нибудь шаман. Так в том-то и дело, вот ты мне как балабол балаболу ответил, смотри, Путин хочет править вечно, да, например, почему он не выступит и не скажет, ребята, слушайте, мне мало двух сроков, давайте я буду больше править. Вот я уверен, что в России его поддержат все больше, зачем вот это, знаешь, какое-то, во-первых, лицемерие, а во-вторых, показать, как все вокруг говно и как я могу крутить всем, что есть. ты неправильно все понимаешь. Вот, скажи мне. И категорически любые действия представителей власти, начиная с глубокой древности, сопровождали ритуалы. то есть это выборы, это различные ритуалы, связанные с религией и так далее. То есть это должно внушить людям веру в том, что власть, люди власти, это особые люди. Это вот как данные, это люди, которые оказались не случайно. и вот этот ритуал даже демократический, он должен показать то, что люди во власти и главные главы государства таких особо. А плюс к этому меня смущает и расстраивает, конечно, если честно, что много очень, я знаю, талантливых, молодых и не очень людей из России, моих друзей, которые, я уверен, могли бы провести во власти и могли бы руководить государством России. Но они окончательно решены всякого, шанса вообще это сделать. Вот это меня больше всего смущает. И немножко расстраивает. Хотя, в общем-то, время идет, все течет, все изменяется. Россия, государство, склонное к революциям и насильственному свержению власти это было многократно. Поэтому, что будет дальше, никому неизвестно. Да, ну... Кажущаяся стабильность в России иногда оборачивается весьма странными вещами. Хорошо, а почему нельзя было тот же ритуал сделать там, не знаю, коронацию Путина какую-нибудь произвести или сделать его лидер отдельно, этот... Лидер нации какой-нибудь. Обратим внимание, когда он становится президентом, вот этот его проход стоящий, эти оловянные солдати, оно вообще уже близко к коронации на самом деле. Ну, так а зачем вот фигней этой заниматься и то же самое, как тебе в Беларуси, мне интересно, каждые пять лет, ну, в Беларуси каждые пять лет, в России, по-моему, каждые шесть лет у них выборы. Деньги тратить на выборы вот это вот все. Запад, запад и весь мир вынуждает играться вот в эту цивилизацию, в эти цивилизованные игры. Если бы не было такой позиции, или большинство было монархи в Европе, ты бы увидел, что всего этого не существует, и все бы было намного проще. Назначили, получил отдел корону, там, кепку или что-то еще, и стал руководителем, и стал главным на районе, короче. Ну, возможно, но все равно это так, как-то вот... Ритуалы, ритуалы, наша жизнь состоит из ритуалов, и многие в эти ритуалы верят. Это, к сожалению, трата денег и времени. Ладно, следующая новость. Умер Эдуард Лимонов. Как ты относился к этому писателю? Вообще-то надо разделять как писатель и как политик его. Да, именно. Это надо обязательно сделать, потому что и у меня точно так же, как писатель, он очень интересен для меня, а как политик, он очень странный. Он не странный, это, понимаешь, человек, который заразился когда-то желанием получить власть. И он поверил в то, что его может истеблишмент политически принять. Это история 90-х годов, когда была вообще власть весьма доступна, и туда могли попасть разные люди. Кстати, на примере Солженицына и Лимонова, когда они стали заниматься политической, общественной деятельностью, у меня возникла нехорошая мысль, то, может быть, были иногда советские власти правы, что некоторым товарищам запрещали с имперским таким душком, националистическим ограничиванием доступа к широкой републике. Лимонов интереснейший писатель, экспериментатор, его не будет хватать в русской политике, потому что таких провокаторов, людей с неординарным мышлением там немного или совсем уж мало. С другой стороны... Слушай, ну подожди, я тебя перебью, он провокатор, несомненно, да, он провокатор, лидер националистов большаков, но его провокации не перевели ни к чему, то есть это такое ощущение, как провокации ради провокации. Это искусство, это своего рода акционизм. Да. Такой, который процветает в России, плюс он был, насколько я помню, лидером другой России. Вот я не помню, другой России, национал большевиков он был, конечно, лидером. Да, в первую очередь, но и в последнее время он занимался другим политическим проектом. И вот, например, мне интересно было следить за Лимоновым как политиком, хотя я абсолютно не разделял и не разделяю эти политические взгляды национал-большевизма ровно до тех пор, пока он не слился в радостном экстазе с властью. То есть, когда Россия аннексировала Крым, это стало почему-то для Лимонова показателем, что Россия идет в правильном направлении. Я понимаю, что в его идеологии Крым должен быть у России. Да, это хорошо, это все правильно, но во всем же остальном ничего не поменялось. Почему ты принял власть тогда? Почему ты стал с нею сотрудничать? Понимаешь, он никогда не отказывался от того, что он человек противоречий. И ему нравилось, что у него есть своя собственная авторская позиция, он исследовал, в этом было даже определенное мужество, да, потому что с одной стороны он схрестал власть, совласть, а с другой стороны был с ней согласен. Такая вот противоречивая фигура, ведь интересно, конечно, и странно, что он умер буквально на одной неделе с Кузи ООО из гражданской обороны, с которыми он когда-то давно знакомился, с гражданской обороны в рамках различных политических акций и так далее и тому подобное. Это давно было, однако вот эти популярные в 90-е годы такое пропитанные алкогольно, табачно, андеграундными парами, вот эти дети, они уходят постепенно из политики и из жизни, а без них очень трудно в самом деле. Ну да, конечно, будет и так весело, но с другой стороны опять же, они не меняли ничего, то есть лимонов. Это история как с большевиками, с анархистами, это романтики, которые хотели что-то сделать, но проблема в том, что мир и люди слишком несовершенны, чтобы воспринять некоторые взгляды. То есть, скажем так, он хотя бы пытался что-то сделать. Хотя бы так. Что-то так сделал. Ладно, немножко продолжим еще тему коронавируса в кино, то есть, мы уже подходим к концу нашей... Мультипликации, в торговле, в коронавирусах, в личной жизни. Нет, дело в том, что по всему миру, особенно в США, как бы основной прокат кино всегда проходит в США, имеется в виду основное зарабатывание, а здесь закрываются кинотеатры, и даже сети кинотеатров закрываются. Таким образом, приходится переносить премьеры фильмов. Так, Новый Бонд перенесен, Черная Вдова это один из фильмов Марвел по комиксам, который явно соберет большую кассу, все перенесено. То есть, куча фильмов переносится, но благодаря этому недавние хиты очень быстро появляются в цифре, то есть, Дисней, например, на два месяца раньше Звездные Войны последние уже выложил, чтобы можно было по телевизору смотреть. Появились по-моему, ну что, какие-то недавние были эти штуки. Альбертыч, как я бы, наверное, создатели Netflix и владельцы Netflix Амазона, они, наверное, про себя повторяют совершенно политкорректную нехорошую фразу. Если бы не было коронавируса, его надо было выдумать. Да, потому что это настолько продвигает платформы цифровые. Вот сейчас я, допустим, думал, вот, неплохо все-таки петискануть книжечку на бумаге. А вот ситуация, если не дай бог повторится подобная этой, люди будут, конечно же, в большей степени читать с помощью интернета на платформах, скачивать и читать. А зачем туда эти традиционные нужны носители? Тоже кинотеатров касается, стадионов. Кстати, массово идет стриминг диджеев, да, то есть многие клубы вообще закрыли, допустим, в Берлине и в разных странах, и откроются ли они, это вообще вопрос. И, кстати, по поводу стриминга и футбольных всяких штук, в Испании отменили один из матчей, я уже не помню, может даже весь сезон уже отменили, должна была Сивилия с Бетисом играть, так игроки договорились и сыграли этот матч в компьютерной игре FIFA 20. То есть они сели, и этот матч, и после этого дрались друг с другом. ты послушай, этот матч онлайн смотрело 60 тысяч человек, то есть считай практически тот же стадион, то есть он пришел онлайн и они смотрели этот матч, вот вам пожалуйста. Ну, конечно, ощущения другие, я согласен, то есть одно дело живой футбол, другое дело какая-то игра, но... А ты знаешь, мне кажется, люди привыкают ко всему, если уже 60 тысяч посмотрело, то в следующий раз как бы посмотрят и 120, и 200, а потом игроки подумают, слушайте, закажем мы побольше пайки, там, еды, квартиру, будем сидеть, есть, играться в компьютер и получать те же гонорары. Интересное дело, вот я по поводу гонораров, мне сейчас пришла мысль, вот эти же футболисты, да, ну не будем там брать всякого Месси или Саранальда, которые по 60 миллионов долларов в год получают и больше там 100 миллионов долларов в год, но даже средние футболисты, они там в год могут миллион получать долларов, а врачи а врачи и биологи, которые, собственно, и борются с этим вирусом, ну они там 1500 долларов в месяц такое, знаешь, то есть насколько, мне кажется, немножко у человечества сдвинут фокус на какую-то херню, вот абсолютно. А что, компьютерная среда, смотри, сколько вложено денег в различные интернет-платформы, в игры и так далее, а сколько вложено в исследования болезней, сколько в биологические исследования, да вообще там, не знаю, какие-то гроши в лучшем случае. Да, потому что это типа не приносит прибыли, а людей интересно, это очень интересный парадокс, людей перестало интересоваться продолжительность здоровья, здоровья близких, их интересует развлечение по большому счету, вот это главным является в жизни людей, странный парадокс очень, конечно. Да, то есть важнее пойти посмотреть какое-то спортивное соревнование, чем проверить себя хотя бы раз в год у врача, хотя стоимость, в Беларуси это вообще копейки стоит, а в той же Америке предположим страховка 200 долларов в месяц, медицинская, на самом деле здесь билет в кино он уже долларов 20 стоит, а билеты на всякие спортивные соревнования 50 долларов это средняя цена будет, и народ покупает абонементы, ходит на эти баскетбольные матчи, ну, кстати, тут все отменили тоже, все НБА, НХЛ, все свои сезоны поотменяли, остановились, и ничего не происходит, слава богу, все сидят по домам, но может, Катя, может коронавирусы как-то заставят людей свои приоритеты сменить, и они будут требовать больше на время, на время это только на краткий промежуток времени, как только опасность минует люди вернуться к своему прежнему образу жизни, могут остаться некоторые полезные привычки мыть руки, чихать в локте, там, не знаю, близко не приближаться к другим людьмам, которые чихают, кашляют, к сожалению, суть людей осталась та же со времен, так сказать, Рима, хлеба и развлечения, хлеба и зрелищ. Ну, потихоньку подходит к концу наш специальный, внезапный специальный выпуск про коронавируса, вот, увидел я съемку Минска 1989 года, я думаю, что это можно обсудить в контексте любого советского города 1989 года, потому что Минск был похож на все эти города из-за того, что был разбомблен во время Второй мировой, то есть он просто заново отстраивался, причем комитетом архитекторов советских, которые даже не белорусские были, а именно советские, вот сейчас запустил это видео показывается. Я действительно вот таким вот Минск, помню, мне в 1989 году было 7 лет, немного лет было, и когда я начал смотреть это видео, вот, где в районе вот этого гума, это вот гум, да, это вот белорусский, Минский гум, кстати, вход в него. Вот недалеко, я сразу, кстати, выключил, потому что у меня появились неприятые воспоминания, я шел недалеко от этого гума, была у меня такая байка, приехал я со славного города Будапешта, а на байке было написано Хэллоуин, и чуть-чуть разрушало там что-то, меня остановил милиционер и сказал, что у тебя за гадость написана на майке, начал наезжать, возможно даже вот этот милиционер как раз считать, которого сейчас показывают около гума. Да, я короче наехал, короче отмазался, но было крайне неприятно, что такое дерьмо на родине, что я не могу ходить там не знаю в майках, в рубашках, на которых изображено то, что мне нравится, тем паче, что немецкая группа Хэллоуин играла просто обычный такой коммерческий хэви метал, поэтому никакой ностальгии по тому времени у меня нету и не знаю, как-то я посмотрел и понял, что здесь и сейчас я чувствую себя прекрасно, хорошо, несмотря ни на что, и в общем-то, чего и всем желаю. Да, то же самое, но вот видно кафе Светанок, сейчас здесь в Минске находится Макдональдс, центральный, самый главный. Ну там называлось кафе раньше, в народе называлось помойка, там люди стояли внутри, выпивали алкоголь, дальше находилось кафе Пингвин, где тусовались там хиппи, разные там банки, квази, металлисты, все это было такое серое, с запахом гнилых тряпок, хлорки, разбавленного пива и так далее, ну ничего хорошего. Да, ну вот вы можете даже посмотреть, вы видите людей, никаких ярких одежд на них нет, хотя это уже конец советской эпохи, это уже там начался определенный... А сейчас кто есть, что ли? Сколько сильных людей ты можешь увидеть, поставить там же камер? Все то же самое. Кстати, интересно было бы сравнить действительно это все. Все унифицируется. Они те же модели продаются, сейчас не 80-е годы в Париже или в Берлине. Сейчас повеселее, по-моему. одинаково. Сейчас как-то все-таки немножко повеселее это все дело. Не знаю, не знаю, я не вижу новой моды такого фейсина, который бы обращал на себя внимание и выражал индивидуальный человек. Все очень унифицировано благодаря корпорациям. Вот это собственно вид на проспект тогда еще Ленина, потом который стал проспектом Франциска Скорына, а сейчас он проспект независимости, да? Да. Там впереди площадь. А я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени, как пел собственно Федя Чистяков с группы 0. Радует, действительно меняются города, меняется что-то меняется, смотрите, сплошные жигули и москвичи на дороге, просто, и он Рафик еще стоит, просто, вот смотрите, насколько сейчас все-таки немножко разное, ну, правда, расцветочка машин разнообразная, но, в принципе, модели одни и те же стоят. И, секонд-хендер 85%. Кстати, пробка на улице Ленина до сих пор, вот эта пробка, она и сейчас есть, я смотрю, это в 89-м году было даже, вообще удивительно. лучше остается в жизни. Ну, и поразительные эти комментарии, которые здесь есть, все, все ностальгируют. Да, мы исключительно за негативные ностальгические комментарии, потому что, понимаешь, как для группы Rolling Stones или для группы Sex Pistols плохая пресса, плохие комментарии для нас самые лучшие. И тогда не было, конечно, коронавируса никакого в 89-м. В 89-м году, буквально через полгода вообще в Минске исчезнет табак и сигареты, что приведет к социальным изменениям. Там, вперед по проспекту, с левой стороны был магазин табак, где, собственно, стояла очередь несколько тысяч человек за табаком, хотя в нескольких местах на проспектах продавались фирменные сигареты по 2,55 рублей, но люди хотели сигареты по 50 копеек, 40, поэтому произошло рубилово, очереди и недовольство массовое население. Но это будет потом. Не стоя на то, что в Беларуси, кстати, довольно большие эти табачные были и есть. Заводы, предприятия есть. Ну, все, видимо, отправлялось в центр. наверное, люди, для которых это продукт, крайне важно. Конечно. Табачок и водочка, полкабана в холодильнике. Ладно, спасибо, что смотрите нас даже во времена вот этого всего. А что делать? Надо заниматься какие-то, смотреть глупые разглагольствования. Это как раз очень полезно при коронавирусе помогать, я считаю. Пишите комментарии, как вы понимаете, мы все их читаем. Негативные, позитивные, все, все читаем. Спасибо, Сергею 87, Максиму Шлыкову, Владимиру и Владиславу Бельдюгову за то, что написали комментарий к прошлым выпускам. Что смотрите? Да, если хотите, даже можете посылать посылки. Если не уверены, что они могут заражены коронавирусом, отправляйте их прямо в Калифорнию. А если что, ценное мне, Леша, Альбердис пришлет сюда. Обратно передам. В Калифорнии мы обработаем их калифорнийским солнышком, ультрафиолетом. Так что бывайте здоровы, живите богато. Всем пока. Пока. Удачи. Всего хорошего.